Сергей Борисович, наверное, одна из Ваших любимых тем, атомная энергетика, говорят, что БН-800 вышел на номинальную мощность после перезагрузки топлива. Ну, само по себе, это не было бы сколько-нибудь значимой новостью, БН-800 уже довольно давно работает, работает хорошо, об этом реакторе можно рассказывать достаточно долго, тем более, что в остальных частях мира реакторов на быстрых нейтронах коммерческого типа все еще нет. Здесь самая интересная новость не это, а то, что в ходе этой перезагрузки он загружен МОКС-топливом, то есть это оксиды металлов, в котором 60% составляет переработанное ядерное горючее, а плутония из других атомных станций. То есть вот эта новость означает следующее. Во-первых, что МОКС ведет себя в соответствии с теорией. Да, все так и предполагали, ну все физики, но все так же прекрасно понимали, что пока не поставлен опыт, неизвестно, что оно там будет. Когда делали первый реактор, тоже всем казалось, что все понятно. А потом оказалось, что они совершенно по-другому работают. И, например, такие вещи, как разбухание топливных элементов, а просто потому, что в ходе ядерных превращений ничего в них только не выделялось, включая газы, их размеры начали геометрически меняться довольно заметно, что создавало кучу проблем. Да, до этого можно было догадаться, наверное, но когда это случилось, это было неожиданно. Та же самая ситуация. Ведь МОКС топлива еще не очень давно, в десятых годах мы работали в НИАРе с вами, Институт атомных реакторов. Это же тогда было что-то вроде Святого Граиля. Все хотели работать с МОКС топливом, и все считали, что все равно ни у кого не получится. И даже когда первый раз один элемент с МОКС топливом поставили, это уже был грандиозный результат. Что это на самом деле сделали, а не только говорили, что это можно сделать, что это работает, и что вроде это сразу не выводит реактор из строя. А сейчас ситуация другая. 60% загрузки. Это просто означает, что схема замкнутого ядерного топливного цикла с увеличением количества делящегося материала на выходе перестала быть теорией. И конкретно в одной стране, в данном случае, приятно сказать, что в России, стала реальной физической, технической, инженерной практикой. Что мы, человечество, научились это делать. А это означает, что у нас все больше и больше оснований считает, что ядерная энергетика является чистой энергетикой даже с точки зрения современных экоэкстремалов. То есть, она начала перерабатывать свои отходы, превращая их в безобидные соединения. Она резко сократила потребность в горючем, я имею в виду делящиеся вещества с высоким коэффициентом обогащения. И она, в общем, продолжает выдавать электроэнергию. Я не люблю произносить фразу «порниковые газы», скажем так, не выделяя ничего, чего не нравится нашим экоэкстремистам. Поэтому это действительно сильная и хорошая новость. Ну, вот, наверное, хочется такой вопрос задать. В прошлый раз мы с вами обсуждали Германию. Были некоторые высказывания руководящих лиц Германии о том, что присваивать атомной энергетике зеленый чистый статус – это зеленая лицемерие. Или как-то так еще они это называли. И мы видим попытку выводить АЭС эксплуатации и, в общем-то, наверное, сокращать рынок ядерной энергетики. То есть и здесь развернуто какое-то определенное наступление. Ну, это наступление идет давно. Оно началось еще даже до Чернобыля, а уж потом резко усилилось. Здесь ведь в чем интересная проблема? Понимаете, с этими людьми, вот этими политиками, я, честно говоря, не хотел бы ничего обсуждать. Наверное, они со мной тоже. Но мы с ними говорим на разных языках. Нет смысла с ними дискутировать. Но если дискутировать на эту тему более или менее всерьез, то, конечно же, есть смысл говорить на эту тему. Что такое дискутировать всерьез? У нас есть много видов энергетики. Тепловая, которая делится, в свою очередь, на уголь, газ, нефть. Кстати, биотопливо – тоже тепловая энергетика. Атомная, гидро, приливная. Все виды энергетики, без исключения, с одной стороны, используют какие-то ресурсы. Причем, смотрите. Ну, например, гидроэнергетика формально не использует, то есть не тратит никакого горючего. Ну, можно сказать, что я использую солнечную энергию, благодаря которой есть круговорот воды в природе, и тем самым текут реки. Но согласимся, что реки текли и без гидроэлектростанции, поэтому сказать, что она тратит какое-то реальное горючее, было бы, в общем, с человеческой, инженерной точки зрения неправда. Хотя с физической гидроэлектростанция, разумеется, тратит солнечный дейтерий. Ну, это с точки зрения физики, не инженерии. Но сейчас мы говорим не об этом. Дело в том, что кроме горючего, есть и еще ресурсы, которые вы поглощаете. Ну, например, вы делаете гидроэлектростанцию. У вас по-любому возникает водохранилище. Водохранилище – это территория, на которой вы не можете заниматься никакой другой деятельностью. Скажем, вы не можете выращивать хлеб. То есть вы отчуждаете какой-то земельный ресурс. У этого земельного ресурса есть некоторая цена. Далее. У вас, соответственно, как правило, водохранилища оказываются не очень глубокими. А это означает, что вода там испаряется и начинается засоление территории и почвы. Особенно на жарких южных территориях. Что, соответственно, делает эти почвы негодными для экономического использования даже после прекращения существования этой гидроэлектростанции. Все вот эти вещи, они носят название обременений. Далее нужно иметь в виду, что для того, чтобы ваша гидроэлектростанция работала, вам нужно где-то раздобыть бетон, сделать эту самую полотину. Вам нужна турбина. Турбина – это металл, его нужно выплавить. Выплавка металла – это достаточно грязное производство. Опять же, оно может быть более или менее грязным, но оно не является совсем уж чистым. И если мы начинаем все это внимательно смотреть, то есть первичные затраты, вторичные затраты, первичные обременения, вторичные обременения, третичные обременения. Если смотреть все виды энергетики одинаково, то, во-первых, выяснилось, что, разумеется, все энергетики имеют свои обременения. И в этом плане назвать атомную электростанцию зеленой – это зеленая лицемерие. Назвать гидроэлектростанцию зеленой – это зеленая лицемерие. Да у вас на одну турбину, они там большие и тяжелые, знаете, сколько ушло атмосферного кислорода, и сколько вы выкинули СО2 в эту же самую атмосферу? Прикиньте. Ветровая электростанция – это зеленая лицемерие. Во-первых, тоже турбины. Во-вторых, те же самые птицы, которые натыкаются на них. И площади. Со всеми вытекающими отверстиями. Также и прочее. Преливная электростанция, а вы представляете, сколько она Бентоса перерабатывает своими этими гигантскими турбинами? С этой точки зрения любая энергетика не является зеленой. Любая человеческая деятельность не является зеленой. Другой вопрос, что в этой ситуации мы можем делать некоторый выбор. Мы, например, можем посмотреть все виды энергетики в одной логике и посмотреть, сколько каждая из них дает своих обременений. Первичных, вторичных и так далее. И привести их всех к одному знаменателю. Это вполне выполнимая работа. И вот если эту работу честно выполнить, выясняется, что, пожалуй, самой чистой является газовая энергетика. Вслед за ней идет атомная энергетика. И с большим отставанием идет все остальное удовольствие, которое мы с вами знаем. Уголь, например, это не только достаточно много загрязнения реального среды. Это еще и повышение заболеваемости раком. А по поводу приливных и гидроэлектростанций я много чего уже сказал. И с этой точки зрения, всякий разговор, который идет на эту тему, без четкого сравнения, каждый из этих энергетик, по ее следам влияния, вот углеродный след мы все знаем, а следов много, и они далеко не все зафиксированы через газы. Вот только в этом случае вы можете какие-то выводы сделать. Но вот выводы своего анализ вам сказал. На данный момент времени, на данное развитие человечества, самая чистая энергетика газ, далее идет атом. Далее, при чем атом, именно быстрые нейтроны, вот то, что было на этой станке, этот реактор БН-800. Потому что энергетика реакторов на медленных нейтронах, она имеет колоссальное обременение в виде АЯД, отработанного ядерного топлива, которое без реакторов на быстрых нейтронах, без замкнутого цикла, не перерабатывается, накапливается. А дело даже не в том, что оно радиоактивно. Это, извините, тяжелый радиоактивный металл. Их достаточно сложно хранить. С ними достаточно сложно вообще что-то делать. И в этом плане это, конечно, обременение. И оно, конечно, повышает цену энергии. Как было бы честно? Было бы честно просто все это посчитать. И каждую из энергии оценивать, в том числе и с точки зрения ее обременения. То есть добавлять. Помните, вот то, что говорили эти же самые немецкие политики? Мы должны иметь экологический взгляд. Экологический взгляд, уважаемые дамы и господа, это не дотация на ветряные электростанции. Это ситуация, когда стоимость энергии, выработанной ветряными электростанциями, входит цена экологического ущерба за птиц. В стоимость энергии выработанной электростанциями входит АЯД. Это работное ядерное топливо и утилизация. Угольными входит цена лечения больных, соответственно, раком и погибших шахтеров. А там до сих пор аварийность остается одной из самых высоких. Это все может быть считаться. Вот это и есть экологические принципы. Это и есть экология в индустрии. Между прочим, это шестая технологическая волна, это замкнутые циклы. И в данном случае только надо сказать только одно, только извините, давайте тогда уже считать, все одинаково и все одинаково число. Тогда это будет экология. Ну что ж, в этом контексте абсолютно с чистой совестью можно гордиться новостью об Н-800. Это действительно большой прорыв. Спасибо. Спасибо.